Я являюсь руководителем проекта школы международной информационной безопасности. Это проект, который аккредитован в рамках рабочей группы открытого состава ООН. Про ОРГОС подробнее уже расскажет Дарья на третьей сегодняшней лекции. Это тот трек, где сейчас проходят попытки, предпринимаются попытки разработать общеобязательную конвенцию по регулированию ИКТ. И мы сегодня затронем не только вопросы международного права, но просто права. Поговорим про то, в принципе, как соотносится управление интернетом с национальным регулированием, с международным регулированием. План у нас такой. Сначала мы начнем с теории. Поговорим про то, какие есть основные подходы, как к тому должен ли управляться интернет, как это должно происходить, какие есть подходы к тому, как он должен управляться на международном уровне. Затем мы перейдем к практической части, которая, думаю, для всех будет более интересной, потому что будем говорить о том, как право применяется на деле, какое есть право применения у разных государств. И, соответственно, поговорим про то, какие есть вообще юридические вопросы в рамках темы управления интернетом, и какие есть тенденции, какие проблемы, сложности и правовые вакуумы. Итак, начнем с того, что в настоящее время все более заметнее право у нас занимает стабилизирующую роль, и направлено оно на то, что необходимо создать единообразные правовые рамки. Интернет у нас стал рассматриваться как пятое пространство и вызывает необходимость решения различных вопросов, связанных с управлением интернетом, регулированием интернетом и других смежных вопросов. Однако мы можем сказать, что на данный момент отсутствует консенсус в научном экспертном сообществе по многочисленным аспектам регулирования отношений в гиперпространстве. Этот термин мы будем употреблять как синоним управления интернетом, интернетом и так далее. Это вызвано тем фактом, что на самом деле аспектов для регулирования достаточно много. Многие из них находятся на стадии формирования в связи с тем, что сфера достаточно нова, и это обуславливает актуальность научного исследования, чем мы сейчас с вами и занимаемся. И когда мы говорим про систему регулирования, здесь мы выделяем два важных уровня составляющих. Это национальный уровень, на котором разрабатываются нормы, регулирующие интернет и правовые отношения, возникающие в нем относительно него, на уровне государства. И также есть международный уровень, который касается сотрудничества государств по данной проблематике. Прежде чем перейти к правовым вопросам, очень бы хотелось быстро пробежать тему научно-технических революций. И упомянуть о том, что волны технологических изменений под влиянием изобретений, начиная от паровой энергии и заканчивая новейшими ИКТ, привели к экономическому развитию и социальным преобразованиям на протяжении всей новейшей истории человечества. И некоторые историки говорят о так называемых технологических революциях от первой промышленной революции, которая механизировала производство, до второй, которая привела к массовому производству, и до третьей, которая это производство автоматизировала. Принято считать, что сейчас мы находимся с вами на стадии четвертой промышленной революции, где слияние технологий размывает границы между физической, цифровой и биологической сферми. И в этой последней революции особое место занимает интернет и новые технологии. Если мы обратимся к учениям Эльвина Тоффлера, американского философа, автора концепции постиндустриального общества, увидим, что он ввел в научный оборот теорию трех революций. Это аграрная революция, промышленная революция, информационная революция. И он говорит нам о том, что мы находимся сейчас на третьей стадии. И самое главное, что надо знать про эту революцию, что произошел очень резкий переход к аналоговой информации. И третья информационная революция зародилась на стыке производственной эры. Ее также называют общество знаний, постиндустриальное общество, инфосфера. И самый главный ресурс здесь – это информация, в том числе аналоговая информация. И здесь также возникает такой термин, как информационное общество третьей волны. И в целом здесь мы, наверное, уже потихонечку будем переходить к тому, что в связи с тем, что информация становится основным ресурсом, она становится определяющим фактором и ныне обуславливает дальнейшую историю развития человечества. Что здесь интересно, что долгое время интернет развивается как область отношений, не предполагающего привого вмешательства со стороны права, как по идеологическим причинам, по историческим причинам и причинам, связанным с отсутствием необходимости каких-то правовых подходов на начале зарождения данной сферы. Однако с выходом интернета из технической субкультуры начинается предсказуемый процесс его регулирования. В продолжительное время интернет развивается как предмет внимания научного сообщества, технического сообщества в рамках саморегулирования. И здесь надо подчеркнуть именно принцип саморегулирования. Мы будем сегодня к нему много раз возвращаться. Итак, он не был сначала предметом правового регулирования, однако к текущему моменту, когда интернет становится неотъемлемой частью жизни современного информационного общества, современного человека, накладывается на существующие правовые отношения практически во всех сферах, в связи с этим возникает необходимость его регулирования. И есть одно из затруднений, которые связаны с интернетом и связаны с его сущностью. Заключается оно в том, что инновации опереживают формирование юридических рамок. В целом это было всегда, это не только связано с интернетом, право всегда отстает от того, что происходит в обществе. В связи с чем на данный момент предпринимаются попытки достаточно динамично это все регулировать, разрабатывать какие-то рамочные нормы для того, чтобы имелась мобильность в регулировании норм, касающихся правовых отношений в интернете. Особенность, которая связана с возникновением истории интернета, связана с тем, что из-за того, что начал возникать как сфера, основанная на принципе саморегулирования, любые попытки начать его регулировать воспринимались как посягательство на права человека. И если мы это с вами все очень коротко резюмируем, то в момент, когда явление интернета перестает относиться к субкультуре и начинает относиться к культуре в целом, возникает тенденция появления усиления правового регулирования тех отношений, которые уже начинают формироваться в данной сфере и уже устаканились. И если мы будем говорить про российское общество, то в 90-е, в 2000-х интернет не был значительен для российского общества. Доступ был не у многих, но после это начинается переход от субкультуры к культуре, начинаются переходы от точечных судебных процессов по авторским правам и так далее уже к регулированию целостности. И с 2000-х начинается становление интернета как важной составляющей всего российского общества. И здесь уже пространство для саморегулирования сокращается, появляется потребность в нормативном регулировании, появляются новые термины, законы. В целом начинается формирование системного правового регулирования данного направления. И, наверное, одна из подтем, которая сейчас не полностью регулирована, и мы к этому тоже вернемся, это будет касаться не только России, но и всего международного сообщества. Частично это начинает сейчас регулироваться, но это касается у нас непосредственно деятельности больших цифровых платформ. Об этом поговорим чуть позже. Итак, правовое регулирование соотносится с этапом перехода интернета как ценности субкультуры в пространство ценности культуры, и актуализируется данная тематика. Формирование системных подходов к интернет-праву в докринальном смысле мы будем относить к деятельности американских исследований. Это исторически обусловлено тем, что интернет впервые зарождается непосредственно там. И один из ученых, на чьи работы мы обратим сейчас внимание, это Лоренс Лесик. Это ученый, адвокат и политический деятель, профессор Стэнфорда и Гарварда. Важное место в развитии научного дискурса занимает его дискуссия с Истребуком. Касается она тематики лошадиного права. Казалось бы, при чем тут лошадь и что с этим делать? И здесь мы видим небольшую цитату из работы, где можем увидеть небольшую вот эту дискуссионную часть, которая касается того, что много дел связано с купли-продаж лошадей. Другие связаны с людьми, пострадавшими от удара лошадиных копыт. Но любая попытка объединить это все в единый курс лошадиного права обречена на размытый результат без объединяющих принципов. И здесь встает вопрос о том, что Фрэнк Истребук, его оппонент по дискуссии, выступал против того, что интернет должен становиться самостоятельным предметом для регулирования, что должна выделяться какая-то новая сфера. Однако, когда мы говорим про деятельность Лессинга, он говорит обратное. Право киберпространства, понимаемое как деликтное право, право собственности в киберпространстве и таким не является. Я согласен с тем, что курсы должны высвечивать право в целом, но уверен, что в отличие от Истребука, из рассуждения о том, что объединяет право и киберпространство, вытекает важное общее положение о том, что необходимо системное изучение правовых подходов к регулированию интернета. И здесь встает вопрос о дисциплинарной самостоятельности интернет, о том, что есть особенности виртуального пространства, и их, конечно же, надо учитывать. И здесь мы видим то, что Лессинга выделяет следующий пункт. Реальный мир отличается от виртуального. Реальный мир легче регулировать. Это связано с многими техническими аспектами, на которых мы сейчас не будем останавливаться. Думаю, что лекторы в других темах это раскрывали. Следующий пункт касается того, что регулирование в реальном мире опирается на объективную архитектуру. В виртуальном мире этой объективной архитектуры нет, либо она копируется из реального мира, плюс необходимо добавлять новые направления регулирования, что вызывает сложности. И, конечно же, в реальном мире, в отличие от виртуального, намного легче увидеть момент, когда за тобой наблюдают. В виртуальном мире это практически невозможно сделать. И встает вопрос о том, что главная причина, почему мы вообще обсуждаем эту тему, связанную с особенностями виртуального пространства. И еще один проистекающий из этого вопрос – что должно адаптироваться – право или интернет? И у нас появляется проблематика дихотомии реального и виртуального мира. Основная идея теории Лессинга будет заключаться в том, что у киберпространства нет природы, нет такой архитектуры киберпространства, которая не может быть изменена. Его архитектура должна быть производна от дизайна или кода. Такой код может изменяться либо потому, что он развивается иначе, либо потому, что государство или бизнес каким-либо образом на него воздействуют. И здесь я предлагаю потихоньку перейти к вопросу того, что мы можем отнести к правовому ландшафту интернет-регулирования. Плюс, когда мы будем это обсуждать, важно учитывать, что интернет – это постоянно развивающая сфера, и, соответственно, надо учитывать факт того, что реальность виртуальная изменяется постоянно. Системные проблемы возникают в различных по природе правоотношениях и часто проявляются совместно. И сложность так, что проистекает из того, что проблемное поле очень большое, оно постоянно копится и динамично. И у нас здесь есть сложности, которые можно увидеть в таких полях, как идентификация пользователей, определение юрисдикции, информационные посредники, интернет-гипертексты, интернет-контект, игровые пространства, метавселенные. В общем, все, что связано с интернетом, перечислять нет смысла, потому что это будет невозможно сделать исчерпывающее. Мы сегодня остановимся на таких интересных моментах, как разрешение споров, права человека, в том числе персональные данные, юрисдикционные вопросы, ответственность посредников и международное правовое регулирование. Итак, перейдем к международному правовому регулированию и просто к регулированию права. Интернет обладает уникальными особенностями, которые не присущи физической территории. Прежде всего, это касается безграничного характера интернета, о том, что у нас есть такой фактор, как субъектная анонимность и доступность и открытость интернета и информации в нем. Из особого характера киберпространства в юридической доктрине ведутся дискуссии, о том, применимо ли право к киберпространству или нет. И, соответственно, первая позиция заключается в том, что киберпространство не имеет никаких государственных границ, и поэтому правовые концепции не применимы к киберпространству вообще. Сторонники противоположной теории считают, что использование киберпространства зарождает очень много юридических вопросов и, соответственно, оставлять это неурегулированным, неприемлемо. И крайне необходима выработка и принятие норм, которые будут регламентировать отношения в интернете. Интернет ставит под сомнение возможность и легитимность применения законов, основанных на географии, но киберпространство нуждается в выработке новых законов и создании правовых институтов, которые будут его регулировать. Отдельных от доктрины, привязанных к территориальной юрисдикции, которые могут применяться к интернету и будут относиться к широкому спектру проблем. Что касается сторонников темы необходимости регулирования интернета, здесь мы можем выделить два подхода. Это реальный подход и киберподход. Если реальный подход говорит о том, что отсутствует потребность выработки новой системы юридических норм, это то, что мы видим в дискуссии Лесенка и Истребуга, что у нас есть право, которое и так регулирует это. Интернет — это просто новая сфера правовых отношений, не требующая создания новой отрасли. Киберправо же нам говорит о том, что необходимо выработка или полное обновление норм, которые будут регулировать деятельность в киберпространстве. И, в частности, представители киберподхода утверждают, что существующие законы, касающие юрисдикции, киберпреступности и так далее, не могут применяться к интернету, а потому должны быть созданы новые законы. Что касается идеи международного правового регулирования киберпространства, она не нова, и в целом регулирование не только международного правового, но и правового. Можно сказать, что все, что касается международного правового аспекта, можем отнести данные дискуссии начало 96-му году. Тогда появляются первые работы, которые касаются непосредственно международного права, и одна из дискуссий будет крутиться вокруг понятия суверенитета и его применимости к киберпространству. Относительно данного аспекта выделяют три течения. Наверное, остановимся на том, что все, что вы здесь видите, это будет отчасти авторская классификация, вы можете с ней соглашаться, можете нет, плюс ее можно как-то по-другому назвать, но в целом это такая систематизация того, что есть в доктрине международного права. Итак, первое направление, мы условно обозначим его последователей кибернигилистами, они опираются на позицию, согласно которой киберпространство не должно регулироваться, его невозможно регулировать, а правила функционирования должны вырабатываться на основе принципа самоуправления. Здесь нет никакой речи о суверенитете государственном вообще. И они считают, что киберпространство разрывает связь между онлайном и физическим местоположением, соответственно, оно должно управляться территориально определенными правилами, которые разрабатываются вот в этой субкультуре, в рамках которой создался интернет. По мнению кибернигилистов, физические границы теряют свою юридическую значимость в киберпространстве, и, соответственно, обсуждение суверенитета здесь не имеет никакого смысла. Что касается школы-институционалистов, они рассматривают киберпространство через определение международного режима, говоря о том, что государства будут придерживаться правил конкретного режима тогда и только тогда, когда это отвечает их рациональным интересам. То есть здесь мы видим корреляцию с реалистической теорией международных отношений. Они разделяют с этой теорией многие предположения, в том числе, касающиеся управления интернетом. Они считают, что поскольку никакая высшая власть не связывает отдельные государства, международная система анархична. Государства являются главными действующими лицами. Внутренняя политика каждого государства отделима от его деятельности в международной системе, и, исходя из этих предположений, поведение государства в международной системе может быть предсказано по параметрам самой системы и действиям других государств в этой сфере. И, соответственно, все, что касается регулирования интернета, будет исходить только конкретно от интересов одного государства. И здесь стоит вопрос максимизации контроля. Если государству нужно больше его регулировать, тогда мы относим это все именно к этой функции. Все реализуется через интерес. Что касается либеральной теории, она делает три возможных допущения относительно международной системы. Во-первых, главными действующими лицами являются не государства, а индивиды. Они образуют общество и группы, и государство является одной из этих обществ, которые индивиды организуют. Следовательно, действия государства рассматриваются как отражение интересов этой группы, и поведение государства будет определяться конфигурацией и природой предпочтения данной группы индивидов. И, соответственно, либеральная теория предполагает, что сотрудничество в рамках национальных международных соглашений, например, Европейского союза, зависит от того факта, что государство разделяет определенные предпочтения, имеет общие интересы через каких-то индивидов. Это резко контрастирует с реалистичной моделью государственного суверенитета, где государственная власть запечатана в национальных границах. И, соответственно, они предлагают такую идею, что интернет должен регулироваться на базе консенсуса, на идее о том, что должно происходить развитие ответственных законодательских институтов. Далее остановимся на том, что, исходя из того, что мы сейчас с вами услышали относительно суверенитета, есть две парадигмы структуры управления киберпространством. Я на них не буду останавливаться, уверена, что вам про это говорили. Выделяю две парадигмы – децентрализованную и централизованную, которая зависит от того, как будет управляться интернет в общем. Децентрализованная – это означает, что на принципе саморегулирование благодаря субъектам, на основе которых интернет зародился, это негосударственные субъекты. И вторая парадигма – это централизованная, что все должно происходить сверху вниз, начиная от государства и заканчивая остальными стейкхолдерами. И отсюда проистекает дискуссия по будущей конфигурации международного режима интернета. Мы здесь говорим про многостороннюю модель регулирования, где будут вовлечены все стейкхолдеры. И вторая модель – это абсолютно государственно-центричное регулирование, где у нас основной принцип – это принцип суверенитета. Далее остановимся на двух основных теориях. Их, конечно же, больше, но мы поговорим именно про них. У нас есть киберлибертарианцы и киберреалисты. Киберлибертарианцы – это у нас сторонники свободы интернета. Они говорят о том, что именно техническая архитектура, основанная на системе протоколов, которая игнорирует национальные границы, является главной движущей силой интернета. И государства принимать в этом участие абсолютно не должны. Интернет должен строиться вне зависимости от государственной тирании, которой стремятся навязать государство. Интернет – это самоуправляемое пространство. И все вот эти основные тезисы мы с вами увидим в работах Барлоу, особенно в декларации о независимости. Дальше эта позиция поддержана Постом Джонсоном в их труде «Законные границы становления права в киберпространстве». Они говорят о том, что интернет полностью дестабилизирует ту систему нормотворчества, которая существует. У интернета экстерриториальный характер. В связи с этим необходимо, чтобы в интернете возникли свои собственные институты, своя собственная система права, которая будет основываться на согласии пользователей интернета, то есть всех стейкхолдеров. И здесь мы видим, что это все можно резюмировать к тому, что киберлибертарианцы видят интернет как новое пространство, где должна быть полная свобода традиционных правил национального государства, и оно будет основываться на таком этикете, который будут разрабатывать сами участники процесса. Следующий ученый, на работе которого мы остановимся, это Голд Смит. Он считает, что политические и правовые институты являются подходящими структурами для надзора за регулированием интернета. Он выступает против той киберанархии, о которой говорит Лессинг и предыдущие наши ученые Барлоу, Пост и Джонсон. Говорит о том, что необходимо это регулировать. Тезис о том, что киберпространство является какой-то новым пространством, необходимым регулировать наряду с воздухом, морем и космосом, это заблуждение, это просто отдельное направление правовых отношений, которое требует регулирования. И государства могут регулировать интернет вне своих территориальных границ. Ну и, соответственно, еще один ключевой тезис о том, что киберпространство не является ничем иным, как расширение существа ваших средств коммуникации. И оно подвержено правовому регулированию. Далее посмотрим, что говорит об этом Лессинг дальше в своих работах. Он говорит, что интернет эволюционирует. Да, его можно регулировать, но его регулирование будет проистекать от того, что он постепенно переходит от пространства, которое не регулируется, к пространству, которое должно регулироваться, на основе его исключительной природы. И его исключительная природа будет базироваться на таких пунктах, которые должны быть урегулированы. Это закон, социальные нормы, правила рынка и кодовая архитектура. И, соответственно, интернет будет работать в целом в том случае, если его будет кто-то контролировать. И, скорее всего, это должно быть государство. И, в общем, мы с вами видим, что у нас есть три таких глобальных направления. Либеральные институционалисты нам говорят о том, что важна роль международных институтов, необходимость и снега, которая будет основана на нормах и правах, и необходим многосторонний подход. Киберлибертарианц у нас будет говорить, что нам не нужно никакое регулирование, интернет сам себя будет регулировать. Он должен быть свободен от любой государственной тирании, в том числе от правового регулирования. Государственники нам говорят о том, что необходимо разработки и принятие национального международного права, которые будут регулировать эту сферу. Государства обязаны это делать. Непосредственно они здесь главный стейкхолдер. И формируется новая система регулирования, и она должна носить государственно-центричный характер. Постепенно переходим к тому, что касается интернета и международного права. Когда мы говорим про теорию международного права, остановимся на том, что сейчас очень много ведется дискуссий в доктрине международного права. Консенсусы по каким-то точечным вопросам даже сложно найти. Говорят о том, что формируется новая подотрасль международного права безопасности. Есть еще вариант того, что формируется международное информационное право. И еще один вариант, что вообще новая отрасль международного права как киберправо. Вариантов много. Есть еще такой, который говорит о том, что ничего нового нет, это просто часть того, что уже есть. В целом все те же дискуссии, которые у нас до этого были освещены в рамках национального права. Когда мы говорим про международное правовое регулирование, важно отметить, что у нас два уровня. Это национальный и международный. И есть формы регулирования. Формы регулирования разнообразны. Есть законодательные нормы. Но когда мы говорим про интернет, этого недостаточно. В целом, прежде чем должна появиться законодательная норма, она должна быть обусловлена какой-то практикой, какими-то нормами, которые до этого в обществе использовались, к которым обращались. И поэтому мы здесь говорим про социальные нормы, про обычаи. Когда интернет возникал, мы говорим о таком понятии, как натикет. Нормы этикета, которые были приняты в этой субкультуре. И если кто-то в интернет-сообществе среди ученых и технических специалистов вел себя неподобающей этим нормам, его просто исключали. Сейчас мы можем увидеть продолжение данной тенденции, например, в правилах регулирования Википедии. Условно, у него есть какие-то правила, нормы, согласно которым должны редактироваться статьи и их содержание. Возможно, не лучший пример, но первое, что пришло в голову. Конечно же, здесь мы говорим о принципах саморегулирования в связи с исторической особенностью появления и развития интернета. Судебная практика здесь занимает тоже крайне важное значение, потому что благодаря данному направлению в целом можно сказать, что активно начинает развиваться международное частное право и международное публичное право. Возникает очень много столкновений национальных законодательств, которые требуют того, чтобы это решалось на основе судебного производства. И, конечно же, здесь важно отмечить, что среди ученых, которые занимаются данной проблематикой в доктрине международного права, можно увидеть некую тенденцию, опасение того, что очень большая роль есть за прецедентным правом в связи с тем, что, опять же, это исторически обусловлено, что многие компании, которые связаны с интернетом, это глобальные цифровые платформы, технологические компании, они зарегистрированы в США и являются юридическими лицами США, и, соответственно, решения проистекают на базе англосаксонской системы права и на основе прецедента. В связи с этим сейчас можно увидеть еще одну тенденцию, которая связана с тем, что национальные государства стремятся развивать урегулирование данных вопросов на основе своей юрисдикции. К юрисдикции мы сейчас тоже перейдем. И можно увидеть, например, в последних законодательных актах Европейского Союза – это Digital Service Act и Digital Market Act, положение, согласно которым многие судебные дела решаются на основе именно законодательства Европейского Союза для того, чтобы немножко сбалансировать вот эту систему юридическую, на которых решения принимались все-таки с преимуществом прецедентного права США. Ну и очень коротко пройдемся по международному праву, по его инструментам. Здесь мы разделим на две веточки – это международное частное право и международное публичное право. Когда мы говорим про международное частное право, здесь мы говорим о правовых отношениях осложненным иностранным элементом. То есть, например, кто-то из нас пользуется какими-то услугами в интернете, возникает какой-то вопрос в отношении юридикции другого государства, и вот тогда это, получается, правовые отношения осложненные иностранным элементом. Когда мы говорим про международное публичное право, здесь речь идет только об отношениях межгосударственных, об отношениях между субъектами международного права. Очень четкое разграничение. Еще про международное право пару важных моментов сказать, что у нас формируется сейчас на данный момент система международно-правового регулирования интернета. Она имеет свои зачатки. Они достаточно дискуссионны, проблематичны в связи с тем, что у государств нет консенсуса и согласия по многим вопросам. Основная база всего того, что сейчас формируется, у нас строится на мягком праве. В целом, если мы проанализируем любую другую отрасль международного права, то мы увидим, что перед появлением обязательных юридических норм всегда существует международное право, и далее оно постепенно переходит в юридически обязательное. Сейчас предпринимаются попытки разработать конвенции, которые так или иначе будут включать в себя вот эти нормы, которые обязывают государство что-то делать, и если в случае, если они не выполняют, чтобы происходили какие-то юридические последствия, но пока этого нет. Пока мы говорим о мягком праве, о каких-то принципах, которые заложены в Женевской, в тунисской программе действий. И несмотря на то, что пока нет юридически обязательных норм, говорить о том, что международного правового регулирования нет, неправильно. Международное мягкое право – это тоже элемент международного публичного права. И это очень важный тезис. Далее мы увидим некоторое его развитие в практике, которой мы сейчас познакомимся. Что еще касается международного публичного права? В целом его система строится на таких источниках, как международные конвенции, в которых закреплены юридически обязательные нормы. Дальше у нас идут обычаи. Обычаи – это очень интересная тема в рамках управления интернетом, потому что в целом его развитие, становление как раз с этим и связано. И это прослеживается вплоть до сегодняшнего момента, что это, конечно же, учитывают, в том числе, когда проводятся международные переговоры по этой теме. Еще один источник у нас – это судебные прецеденты, как отдельная форма, где мы можем увидеть нормы международного права. И опять же, здесь идет такое превалирование прецедентной системы права. Ну и, наверное, на этом мы остановимся. Еще один момент, который я хотела сказать по поводу обычаев. Когда мы говорим про международное право, для того чтобы норма стала нормой международного права, должно быть два пункта. Один пункт – это то, что данная норма должна быть принята всем международным сообществам, и все должны ее придерживаться и реализовывать. И второй пункт – это то, что должна существовать практика, долгая, которую все придерживались. И когда мы говорим про интернет, этот пункт вроде бы не реализуется, потому что это слишком быстро, динамично развивающая сфера, и относительно нее сейчас ведутся дискуссии о том, что, может быть, нам надо вот этот период обычая укоротить. В целом нет какой-то нормы, которая закрепляет срок, в рамках которого обычай должен реализовываться. Но обычно это было что-то достаточно долгое. Если мы обратимся к тому же праву торговли, это одна из самых старейших отраслей регулирования международного права. Мы увидим, что обычные, которые зарождались там, зарождались столетиями. А это совершенно новая сфера, где ждать столетия опасно для международного сообщества. Когда мы говорим про правовой ландшат управления интернетом, давайте попробуем его как-то определить, если это возможно. Какие вопросы, на ваш взгляд, требуют юридического регулирования? В том числе, давайте затрагивать такие темы, которые касаются не только государства, но и всего международного сообщества. Я думаю, что можно отнести авторское право. Согласна. Это тот вопрос, который затрагивает у нас как национальное регулирование на уровне одного государства, так и межнациональное, когда у нас возникают какие-то делик. Может быть, право собственности на объекты инфраструктуры, которые принадлежат интернету? По поводу статуса субъекта, по поводу права, сейчас более-менее уже, можно сказать, что урегулированы вопросы интеллектуальной собственности. Ну, блин, слишком много. Мы так вот сейчас все не сможем сказать о Ревеке. Это какой-то вопрос с подвохом. Это вопрос для того, чтобы привлечь ваше внимание к дальнейшим обсуждениям. Итак, слушаем все во внимание, все очень интересно. Все понятно, все то, что регулируется вне виртуальном праве, нужно будет предусмотреть в виртуальном праве. Но самое главное для меня, я хочу понять ваше мнение. У нас все-таки цифровые сущности, цифровые личности имеют право на существование. Чтобы вот там, если уже ближе к совсем современному, к искусственному интеллекту, к той же метаверс, понимать, что объект или субъект. Мне кажется, сейчас большая часть научных дискуссий на этом сосредоточена. Потому что читаешь всяких Петр Мячеславович Морхот с его какими-то юнитами искусственного интеллекта и начинаешь выпадать в ассар. Потому что для меня все-таки это может быть пространство и может быть предметом, но никак не субъектом. То, что вы сказали, действительно верно. Вопрос субъектности, объектности, предметности. Границы цифровой дипломатии, отмечает Оксана. Вопросы правового обеспечения кибербезопасности, регулированной технологии искусственного интеллекта. Ну, я думаю, еще сюда входит онлайн-торговля, так сказать, с запрещенными какими-то продуктами, запрещенными, ну, это даже не наркотики, это даже какие-то просто несанкционированные вещи, если так будем говорить. Как раз-таки я думаю то, что вот циркуляция данных должна быть во внимание интернет-права, и тем более вот это та вещь, которая, как мне кажется, больше именно присуща киберпространству, интернету, нежели в реальном мире. Можно выделить проблемы правового регулирования в сфере, ну, как бы в частности электронной коммерции, то есть сейчас появляются цифровые платформы и цифровые экосистемы, которые на данный момент имеют спорный статус, то есть этот статус, например, ну, закреплен только как агрегатор, вот, если мы говорим именно про коммерцию, а не про финансовые платформы. И, в частности, тут же можно присоединить вопросы использования, например, пользовательских соглашений как альтернатива, ну, как soft law, либо же мы определяем статус этих пользовательских соглашений. Мне кажется, такой большой пласт вопросов, который не урегулирован, и сюда же можно, наверное, присоединить вопросы, связанные с пятым антимонопольным пакетом, который недавно появился, касаемый сетевых эффектов, которые, ну, имеют большое значение в регулировании вообще данной сферы. Я вот думаю, что, как раз таки, здесь с краеугольным камнем у нас будут являться законы, аналоги GDPR и КОПа, то есть рекламы в защите данных. Это вот Россия у нас законы персональных данных, в Европе это GDPR и остальные. То есть, как раз таки, сбор этих данных, как раз таки, является образом безопасности граждан. То есть, как раз таки, данные не передавались третьим лицам, а хранились именно как, ну, под неким клеймом государства. Абсолютно со всеми согласна. Крайне согласна с Еленой, которая нам сказала о том, что столько неурегулированных вопросов, что перечислить их практически невозможно. Обрадую вас тем, что некоторые из аспектов, которые вы обозначили, мы сегодня рассмотрим. Но в связи с тем, что мы ограничены во времени, это будет суперобзорно, однако никак не нивелирует значимость того, что мы сейчас с вами будем делать. Все, что вы сказали, так или иначе связано с трансграничным характером интернета, который создает проблемы для применения существующих правовых механизмов. И это затрудняет определение того, какие законы и нормативные акты могут применяться. В связи с этим рассмотрим вопрос юрисдикции. Обсудим то, как вопрос юрисдикции в интернете эволюционировал и что думают сейчас. Ну, здесь стоит основиться на том, что под юрисдикцией в целом понимается право суда или государственных органов выносить решения в ходе разбирательств. Оно основывается на географическом разделении государств. Однако интернет делает возможным активное трансграничное взаимодействие и встает вопрос, а как его прикрепить к карте? На этот вопрос нет точного ответа. Есть три основных вопроса, которые имеют отношение к принципам юрисдикции. Это первый вопрос, какой суд или другой государственный орган имеет необходимые полномочия решать этот вопрос. То есть это процессуальная юрисдикция. Есть еще материальная юрисдикция, которая касается того, какие законы должны применяться. И исполнительная юрисдикция. Каким образом исполняются решения суда? Три основных юридических вопроса, которые можно определить на основе следующих принципов. Мы здесь выделим четыре ключевых. Первый – это территориальный принцип, согласно которому юрисдикция определяется согласно власти государственных людьми и собственностью на своей территории. Еще один принцип – это принцип гражданства. Он будет определяться вне зависимости от местонахождения человека, который будет вовлечен в то или иное дело, но в зависимости от его национальности. Еще один принцип – право государства регулировать экономические и правовые последствия, проявляющиеся на территории своей, в результате действий, которые совершены за пределами государственных границ. То есть вот он – принцип транснациональности, который у нас реализуется в принципе следствие. Еще один важный принцип, на основе которого решаются вопросы – это принцип универсальной юрисдикции. право государства преследовать в уголовном порядке определенные типы преступления, независимо от того, кто, когда, где и кем они были совершены, без обязательной связи с территорией, национальностью или особым государственным интересом. Это связано с тем, что у нас возникает конфликт юрисдикций, и одно из самых громких дел, думаю, о котором не знает только маленький ребенок, это дело, которое связано с деятельностью сайта Yahoo. Еще раз вернемся к самому началу. Yahoo у нас юридически зарегистрировано в США, но при этом деятельность осуществляется на весь мир. И здесь была сложность, которая заключается в том, что во французском законодательстве запрещено распространение неонацистских нацистских символов. У Yahoo был сайт, который эту информацию распространял. Соответственно, был подан иск о том, что необходимо запретить демонстрацию и продажу материалов подобного содержания, потому что они противоречат законодательству Франции. Однако веб-сайт был размещен в США, где распространение таких материалов, остается законом. И за этим делом следил весь мир. Почему? Потому что это дело до сих пор определяет все, что касается судебных распоряжательств по поводу интернета. Итог решения был таков, что было предписано Yahoo использовать специальные технологии информационные, которые распознавали пользователей из Франции и закрывали им доступ к таким сайтам. И, соответственно, законодательство Франции на территории Франции в отношении деятельности Yahoo американской компании соблюдалось. Хотя, если бы до того, что происходило до этого дела, все дела решались на основе американского законодательства, потому что компании там зарегистрированы. Это дело стало поворотом в истории юриспруденции в части международного частного права, потому что после этого было подано колоссально большое количество исков против американских компаний в части несоответствия с национальным законодательством других стран. Таких дел достаточно много. Мы останавливаемся только на этом, потому что оно является таким историческим поворотным. И, наверное, еще один момент, который я бы хотела здесь обозначить, связан с особенностью развития интернет-свободы слова в США. В США у нас есть поправки Конституции, есть еще законодательный акт, к которому мы тоже вернемся, в котором есть пункт, согласно которому цифровые платформы не несут ответственность как посредники за то, что на них размещается. И, соответственно, существует юридический иммунитет. И они в целом могут делать все, что угодно, что не устраивает другие страны, где законодательство иное. И если мы с вами посмотрим на недавно принятые, ну, относительно недавно принятые акты в Европейском Союзе, Digital Service Act, Digital Market Act, о котором мы уже упоминали, и многие другие акты, которые были разработаны и приняты по принципу этого пакета, то мы увидим очень много пунктов, которые основываются на этом деле и на последствиях этого дела. для того, чтобы применялось право Европейского Союза. Еще моменты, которые касаются юрисдикции, связаны вообще с различными аспектами прав человека. Одно из них – это юрисдикция и защита данных. Интересное еще одно дело было. В 2013 году гражданин Австрии Максимилиан Шремс потребовал, чтобы комиссар по защите персональных данных в Ирландии запретил компании Facebook передавать его персональные данные в США. Этот запрос был отклонен. Потом он еще раз обратился в суд. В конечном счете оно дошло до суда Европейского Союза, который объявил недействительным соглашение, которое действовало на тот момент между Европейским Союзом и Соединенными Штатами по поводу регулирования передачи персональных данных. После этого между ЕС и США было подписано другое соглашение о правилах обмена конфиденциальной информацией. И по итогам этого разбирательства в отношении защиты персональных данных были приняты следующие меры. Во-первых, ряд компаний перенесли свои дата-центры и мощности по обработке данных в юрисдикции с менее жесткими требованиями. В первую очередь, в Ирландию. И ряд стран приняли законы, согласно которым пользовательские данные должны храниться в пределах национальной территории. Так называемые законы заземления, приземления. То, что сейчас супер популярно и можно увидеть практически в каждой стране, которая разрабатывает нормативное регулирование по регулированию контента в интернете и деятельности в интернете. Юрисдикции и пользовательские соглашения. Тоже мы упоминали, когда с вами обсуждали, какие есть проблемные моменты. У нас есть пользовательское соглашение, и в нем может быть зафиксирован пункт о том, что применяется то или иное право. Здесь интересно дело французского учителя, который опубликовал на Facebook фотографию картины из музея Дарсе с изображением обнаженной натуры. И это стало причиной временной блокировки его учебной записи. связано это тем, что если мы посмотрим на пользовательское соглашение Facebook, то там очень много ограничений, в том числе связанных с человеческим телом и его многим изображением. Согласно законодательству Франции, это не является под запретом. А по пользовательскому соглашению Facebook это запрещено. Соответственно, апелляционный суд Парижа постановил, что истец может судиться Facebook во Франции, отвергнув довод социальной сети, который указывал на то, что пользовательское соглашение в качестве места рассмотрения спора указано в штат Калифорния. После этого решения против Facebook, опять же, было подано очень много исков за пределами США. Мы видим здесь, что Франция выступает таким неким борцом за свободу и таким активным оппонентом больших цифровых платформ, что действительно тоже очень интересно с учетом бэкграунда Франции как страны, которая нам дает какие-то правовые основы, тенденции для развития и так далее. Это мы очень коротко с вами рассмотрели то, что касается юрисдикции. Еще раз подведем итог. Все, что касается юрисдикции, у нас основывается на четырех принципах. То есть вопросы, которые возникают, могут решаться по территориальному принципу, по принципу гражданства, по принципу следствия и по универсальной юрисдикции. Ну, здесь еще надо отметить, что активную роль играет прецедентное право. Дальше рассмотрим вопрос институциональный механизм. Мы вот с вами проговорили по поводу того, как много судебных дел, как много правовых вопросов, которые еще не урегулированы. И в целом на современном этапе значение ЕКТ среды неуклона возрастает. И у нас активно встает вопрос, в том числе по киберпреступности, вообще вопрос о том, как, что должно регулироваться в этой сфере. Если мы обратимся к статистике, то только по киберпреступности глобальный ущерб у нас оценивается 8,4 триллиона долларов США в 2022 году. Издержки от ацидентов, вызванных незаконной деятельностью в интернете, превысят отметку в 11 триллионов долларов США. К 2026 году ежегодные расходы на борьбу с киберпреступностью во всем мире могут превысить 20 триллионов долларов, что почти на 150 больше по сравнению с 2022 годом. В общем, статистика колоссально растет. И здесь у нас важен вопрос не только киберпреступности, а в принципе того, что у нас касается судебного производства в правовых отношениях относительно интернета. И у нас есть несколько вариантов, предложенных юристами и международниками в доктрине международного права. И начнем с того, что международное судопроизводство по вопросам обеспечения безопасности КТ-среды, в том числе интернета, у нас закреплено в главе 6 Устава Организации Объединенных Наций и один из способов – это судебное урегулирование, о котором мы сейчас поговорим. Но мы будем говорить не о том судебном урегулировании, которое ведется, потому что мы об этом уже поговорили, а о том, которое возможно будет. И поговорим о прогнозах того, как это возможно будет происходить. Ну, актуальность вопроса не составляет никакого сомнения. Создание судебного механизма в целом позволило урегулировать вопросы, которые возникают. Есть несколько возможностей. Это расширение юрисдикции международного уголовного суда и создание подразделения по киберпространству. Эта идея у нас была озвучена во время Конгресса ООН по предупреждению преступности по уголовному правосудию, организованному управлению ООН по наркотикам и преступности в Бангкоке в 2005 году. Однако это требует дополнительных положений в Римский статут, которые будут охватывать ИКТ-среду и расширить список преступлений, подпадающих под его юрисдикцию. И если мы будем останавливаться на этом пункте, уже тут можем дальше не продолжать, потому что это практически не будет реализовываться. Очень много разногласий на государственном уровне. И вот второй пункт говорит о том, что необходима глобальная договоренность, чтобы все страны ратифицировали поправки к Римскому статуту. Но, к сожалению, Международный уголовный суд себя дискредитировал, требует реформы и так далее, и это сделать практически невозможно. Но в рамках данного варианта предполагается создать Международный уголовный трибунал по киберпространству, который будет являться подразделением МУС. Еще один вариант – это просто самостоятельный Международный уголовный суд или трибунал по киберпространству, который у нас будет действовать на основе опыта тех трибуналов, которые уже есть. И кибератаки, они вызывают серьезную глобальную озабоченность, которые намеренно вызывают существенные всеобъемлющие нарушения. И эта идея предложена норвежским судьям Штайном Шольбергером. Он предлагает гармонизировать законодательство о компьютерных инцидентах и создать самостоятельную структуру. Есть еще предложение просто создать ад-хок суды, то есть временные суды или трибуналы, которые будут организовываться в зависимости от того, когда возникает какая-то сложная ситуация. Опять же, они будут функционировать на базе опыта уже реализованных ад-хок судов и трибуналов. И юрисдикция таких судов будет распространяться на преследование и наказание за киберпреступления и должна охватывать вопросы о нарушении глобального договора или пакета договоров о киберпреступности, о массированных и скоординированных глобальных кибератаках на критически важную информационную инфраструктуру. Ну, здесь надо остановиться на том, что касается юрисдикции и соотношения юрисдикции данных судов с национальными судебными инстанциями, она будет осуществляться параллельно и, соответственно, приоритет будет отдаваться ад-хок суду или трибуналу. Еще есть предложение создать международный суд по киберпространству, который будет заниматься наиболее серьезными киберпреступлениями и разница от того, что мы говорили до этого, от трех первых вариантов, будет касаться юрисдикции в отношении того, кто несет ответственность. Если первые три варианта нам говорили о юрисдикции персональной уголовной ответственности, то есть конкретного индивида на территории конкретного государства, то этот вариант будет касаться ответственности государства как субъекта международного права. Почему этот вопрос поднимается? Потому что есть дискуссии по поводу того, что Устав Организации Объединенных Наций и Международный суд были разработаны достаточно давно и не предусматривают норм, которые могут распространяться на решения, которые будут касаться правовых отношений в интернете между государствами. И необходимо создать новый суд именно по киберпространству для урегулирования межгосударственных вопросов. И, конечно же, это тоже еще один вариант, который вряд ли будет реализован в ближайшей перспективе, потому что позиции государств очень сильно разняются об этом, подробнее расскажет Дарья и затронет не только правовые вопросы. Ну, такой наиболее оптимальный и вероятный вариант развития событий, если опять же к этому придут государства, это то, что в рамках рабочей группы открытого состава сейчас идутся переговоры о том, что необходимо регулярный институциальный диалог выработать, принять и дальше в рамках него действовать. Как он будет пока работать, неясно, может это будет другой, может это будет программа действий или что-то другое. Однако вот этот вопрос создания органа, который будет заниматься судопроизводством, также может быть рассмотрен в рамках этого институционального диалога. Еще один вариант, позиция, которая имеет право на существование и которая пока как бы самая популярная, это то, что нет необходимости для появления дополнительных форм юрисдикции в отношении киберпространства. Нам достаточно тех правовых рамок, которые есть, нам надо посмотреть то, как дальше будет законодательство развиваться, посмотреть насколько нам мобильно, что и как надо регулировать. И сложность также заключается в том, что очень сильно политизирована проблематика и есть возможность учреждения очередной политизированной или неэффективной функционирующей инстанции, поэтому предлагаем ничего не делать и оставить все как есть. В связи с этим особую популярность имеет альтернативное разрешение споров, то есть это не обращение в судебные органы, а арбитраж. Это так называемое третейское разбирательство. Есть разработанная Всемирная организация интеллектуальной собственности и принятая ICAN в качестве основной процедуры разрешения таких споров. Единая политика рассмотрения споров о доменных именах. Споры в рамках данной политики достаточно успешно урегулируются. Можете подробно про это прочитать, у нас, к сожалению, время на этом останавливается. Суть заключается арбитража в том, что решения принимаются одним или несколькими независимыми частными лицами, которые заранее согласованы государствами, участниками спора, которые решили свой спор регулировать посредством арбитража. Условно, они могут решить, что будет один судья с их стороны, другой с их стороны и какое-то третье лицо нейтральное с третьей стороны, которые будут решать вопрос, который между ними будет возникать. Этот механизм всегда закрепляется в частном соглашении и заранее обговаривается. Единственная сложность опять у нас связана с прецедентным правом, потому что, опять же, здесь исторический момент связанный с тем, что судебные разбирательства в большинстве своих случаях основывались на англо-сессонской системе права. И вот этот арбитраж более развит именно на данной системе права. И сейчас государства стараются развивать эту систему и у себя. Активно это делает Европейский Союз. Ну и еще одно средство разрешения споров – это процедура досудебного примирения сторон, которая логична, объяснима, на ней останавливаться не буду. Мы переходим к еще одной большой корзине, которую мы сейчас с вами обсудим, и она касается прав человека. Права человека в интернете – это тема, которая тоже достаточно сложно обзорно осветить, но мы пытаемся это сделать. Она включает в себя право на неприкосновенность частной жизни, на свободу выражения, убеждений, на получение информации, на образование. В общем, различные права, которые реализуются, опять же, в физическом мире, но применимы к виртуальному. Я здесь сохранила QR-код на очень доступную для неюристов статью. Я хотела бы вам порекомендовать ее прочитать. Авторы Государственного университета управления Глушкова-Летунов по теме развития прав человека в условиях цифровизации общества, современной интенсии в цифровой реальности. Очень популярно, просто написано про то, какая есть связь прав человека с цифровизацией. И можно сказать, что есть у нас на слайде представленные права, которые чаще всего обсуждаются в рамках гуманитарной корзины. Мы остановимся на некоторых из них и остановимся на самых таких дискуссионных пунктах. При подключении к интернету человек вступает в правоотношения с онлайн-платформами, с другими посредниками, стейкхолдерами и становится пользователем этой информационной системы. Права человека в реальном мире должны быть обеспечены в виртуальном пространстве. Это то, что было закреплено в Харте прав человека и принципов для интернета, которое было принято в 2006 году по мандату ООО. И она в себе содержит помимо этого основного принципа. Следующие права. Это право на доступ к интернету как инструменту образовательного процесса, право на свободу выражения мнений и ассоциаций в интернете, право на доступ к знаниям, право на бесплатное открытое программное обеспечение и технологии, право на конфиденциальность, свобода от наблюдения и шифрования, куда будет входить право на защиту данных, свобода от слежки, на использование шифрования и так далее, право на управление интернетом. На самом деле это не исчерпывающий список, но здесь представлен список тех прав, которые так или иначе соотносятся со всеобщей декларацией прав человека. И мы опять возвращаемся к предыдущему слайду, где у нас основной пункт о том, что права человека, которые есть в реальном мире, должны быть обеспечены в виртуальном пространстве и гарантироваться. И здесь остановимся на том, что право на доступ к интернету было предложено как базовое право человека в докладе специального докладчика ООН в 2011 году. И далее оно было рассмотрено в Совете по правам человека и принято, но опять же это все мягкое право. Далее право на доступ в интернет, также известное как право на широкополосную связь или свободу подключения, очень активно реализуется, не только на словах, но и на деле. Здесь мы можем увидеть последние национальные инициативы. Это у Великобритании законопроект о безопасности в интернете, где четко сформулировано, что и государство должно обеспечивать право на доступ в интернет и гарантировать его. У Канады тот же самый примерно закон. Это закон об онлайн новостях, который был принят в 2022 году, который говорит о том, что право на доступ в интернет и свободу подключения также должен пониматься как право на доступ к информации. И здесь речь идет о объективном освещении информации и о том, что все СМИ должны иметь право на то, чтобы публиковать свои издания в интернете и так далее. Есть еще интересное право, право на забвение или деиндексацию. Здесь тоже есть одно из ярких дел по поводу того, что было опубликовано объявление о продаже дома, и оно уже было неактуально. Однако вышло так, что когда была архивация всей информации, опубликованной в газете «Ла Вангуарде», обратился истец в связи с тем, что каждый раз, когда вбивали в поисковую строку имя Кастеха, было уведомление о торгах, и как бы это мешало человеку жить. И испанский суд, первой инстанции, сославшись на свободу слова «СМИ», постановил, что... В общем, суть заключалась в том, что, несмотря на то, что газета архивировала информацию, которая у нее была, мешала жизни человека. И было принято решение, что газета должна это удалить, и поэмо этого было требование к Гуглу, чтобы Гугл удалил из поиска результаты данной архивации. И это стало неким делом, которое вновь подтвердило право на проведение дел на основе национальной юрисдикции. Здесь еще интересно, с юридической точки зрения, то, что Гугл выступила в качестве контролера обработки данных. Деятельность компании заключалась в том, чтобы надо было обнаружить информацию, опубликованную или размещенную в интернете, которая так или иначе влияет на реализацию прав человека. И суд потребовал от Гугла, как от контролера, соблюдения директивы ЕС о защите данных в целях удаления из перечня результатов. И, соответственно, тогда очень активно начинают проводиться, активно начинают проводиться судебные разбирательства, непосредственно основные на праве на забвение. И они решаются в интересах европейского законодательства. Еще интересная часть, которая касается прав человека, это обеспечение уважения частной жизни в цифровой среде. Здесь очень много разных аспектов, которые можно, конечно же, осветить. Мы с вами поговорим о том, какие есть последние национальные законодательные инициативы, в которых можно проследить какие-то закономерности. В целом мы сейчас будем с вами обращаться в основном к европейским законодательным инициативам. Связано это с тем, что или на мой взгляд, или на взгляд других экспертов, эти законы в той или иной степени являются образцовыми и могут являться или первичными источниками, в которых содержатся такие пункты, или первичными с точки зрения принятия или появления информации. Итак, в Великобритании в мае правительство представило... Я опускаю очень много фактической информации, которая была связана с тем, что законопроект до этого был принят, потом еще раз его переделали. И, в принципе, когда мы будем говорить про такие законопроекты, их будет много. Суть в том, что законопроекты пока не приняты, они находятся на обсуждении, но в них есть очень важные пункты, которые необходимо осветить. Итак, в мае 2021 года был представлен правительством законопроект о безопасности в интернете. Он предусматривает обязанность всех онлайн-сервисов в отношении прав на свободу выражения мнений и неприкосновенности частной жизни. В частности, такие онлайн-сервисы обязаны учитывать важность защиты прав пользователей на свободу выражения мнений в рамках закона и защиту пользователей от необоснованных нарушений и конфиденциальности при принятии решений и внедрения политики в процедуру безопасности. Что это означает простыми словами? Во-первых, надо учитывать, что Великобритания уже не находится в Европейском Союзе. И если в Европейском Союзе у нас действуют Digital Service Act и Digital Market Act, то Великобритания должна выработать свое законодательство, которое будет регулировать все, что касается правовых отношений в интернете. Здесь можно увидеть пункты, которые требуют от онлайн-сервисов четкой разработки правил безопасности, процедур, оспарения, публикации той или иной информации и, конечно же, большие штрафы. Подобный же закон с пунктами об уважении частной жизни можно увидеть у Канады. Тоже очень интересный закон. 16 июня 2022 года либеральное крыло федерального правительства Канады представило законопроект о внедрении цифровой хартии. Опять же, до этого было очень много попыток его принять, это более обновленная версия. Законопроект известен как Си-27. Если он будет принят, то он обновит федеральный закон Канады о конфиденциальности в частном секторе, создаст трибунал по защите личной информации и данных, ведет новые правила, которые будут регулировать использование искусственного интеллекта. И, наверное, один из таких пикантных моментов, который можно увидеть практически во всех новых нормативно-правовых актах, как минимум в европейских странах, но не только. В том числе у Японии это тоже можно увидеть. В принципе, во всех новых актах, которые сейчас принимаются и касаются цифровых платформ, этот пункт есть. И проистекает он из европейского законодательства, непосредственно пакета, о которых я уже несколько раз упоминала. Это Digital Market Act, Digital Service Act. И вводятся штрафы в размере до 5% от общемирового дохода или 20 миллионов долларов США в отношении организаций, которые не соблюдают требования в части обеспечения конфиденциальности. Вот это такой очень интересный момент, что практически везде можно увидеть градацию этих штрафов в связи с тем, что есть большой дисбаланс в развитии цифровых платформ. И для того, чтобы чуть больше задевать как бы таких цифровых гигантов, в зависимости от дохода варьируется размер штрафа. И для того, чтобы не было какой-то фиксированной суммы, которая для какого-то цифрового гиганта была бы минимальной и незначительной для того, чтобы они в дальнейшем не соблюдали какие-то нормы частной жизни, было принято решение принимать именно штрафы в процентном соотношении. Также законопроект закрепляет новое индивидуальное право. Это удаление личной информации по запросу вдобавок к действующим обязанностям онлайн-компаний. Представлять частным лицам право на доступ и исправление их личной информации. Почему мы так часто видим этот пункт про забвение? Потому что он чаще всего нарушался. И у граждан многих государств не было возможности реализовывать это право. С чем это еще связано? Связано это с тем, что в самом начале мы говорили, что право всегда отстает от того, что происходит в жизни. И мало у каких государств даже на текущий момент есть законодательства, которые регулируют деятельность цифровых платформ, социальных сетей, как бы мы их ни категоризировали. Суть заключается в том, что в связи с тем, что таких законов сразу не было принято, это все регулируется непосредственно цифровыми платформами. И из-за того, что они сами решали и решают, как и что делать, государство сейчас принимает такие пункты. Это направлено на то, чтобы у государства было больше контроля, снизить цензуру со стороны цифровых платформ, снизить их влияние на массовое сознание. Ну и, конечно же, причин еще очень много, это тоже можно много и долго дискутировать. И, конечно же, все организации обязаны внедрять и поддерживать программы управления конфиденциальностью. Примерно то же самое мы можем увидеть в США, в Израиле, в Австралии. Очень активно идет нормотворческая деятельность в этих направлениях. Поговорим по поводу дискриминации. Эта тема тоже суперпопулярна. Если мы проанализируем огромный пласт того, что происходит на уровне нормотворческом, то мы увидим, что среди наиболее уязвимых выделяют детей, людей из общества, которые сталкиваются с более высоким уровнем жестокого обращения в интернете. Это инвалиды, ЛГБТ и другие различные вот эти аббревиатуры, связанные с этим понятием. Люди, представители этнических меньшинств, женщины. Еще я сюда бы отнесла мигрантов и бирженцев. Чтобы долго не останавливаться на этом, опять же, очень много законодательных инициатив. Останавливаемся на самых таких образцовых. Это Великобритания, это закон о цифровых услугах ЕС. Здесь, конечно же, все это тоже есть. Основное регулирование запрета дискриминации в цифровой среде у нас начинается в рамках ОБСЕ. И там можно увидеть очень много проектов, которые были направлены на международное регулирование данной темы. И в рамках ЕС тоже можно это заметить. Так, и предпринимаются огромные инициативы, направленные на то, чтобы бороться против оскорбительного контента и так далее. Огромный пласт инициатив направлен на регулирование защиты прав детей в интернете. Вредоносное воздействие на несовершеннолетних в интернете имеет несколько иерархий. Это вредоносный контент, это вредоносный дизайн взаимодействия сервиса, это вредоносное общение контакта. То есть мы видим, что опасность воздействия на детей и подростков существует на всех уровнях архитектуры деятельности в интернете. И, соответственно, это вызывает вопросы необходимости правового регулирования. Мы не будем на этом останавливаться. Инициатив тоже много. Это тот же закон о безопасности в интернете в Великобритании. Тот же закон Канады С-27. У США есть попытка выработать закон о защите информации, который называется «Наших уязвимых детей и молодежи». Здесь очень интересно то, что расширяется определение личной информации. Вводится новая возрастная категория детей в возрасте от 13 до 17. То есть есть градация влияния интернет-воздействия на детей по возрастам. Расширяется сфера действия онлайн-сайтов и сервисов, которые подпадают под действия закона. И самое интересное, что мало где можно увидеть, хотя это также есть в европейских документах, это вводится запрет на рекламу, которая ориентирована на детей и основана на их поведении и личной информации. Так, те же законопроекты у нас есть и в других странах. Интересные законопроекты есть в Австралии. Что касается посредников. Очень интересная тема. Одна из моих любимых – это ответственность посредников. Несут ли посредники ответственность за размещение в сети материалов? Или они не несут эту ответственность? Вот у нас такая небольшая таблица, не суперактуальная, но все-таки такая демонстративная. Что у нас относится к посредникам? Это торговые площадки, социальные площадки, поисковые, развлекательные, какие-то те, которые связаны с продажей других услуг, а не только торговлей, вещами, ну и другие платформы. Соответственно, если мы посмотрим, то встает в основном вопрос того, должны ли они регулировать контент. Есть очень интересная тенденция, которая связана с тем, что если мы посмотрим на то, как относятся к регулированию контента в разных государствах, позиции разнятся. Если цензура, так называемая, со стороны таких онлайн-платформ в США и в Европе, то мы увидим такую разницу. У нас в США есть несколько законных законов, которые создают юридический иммунитет для таких цифровых посредников. И когда проводились самые громкие дела по таким вопросам, то выходило так, что каждый раз суды принимали решение о том, что цифровые платформы освобождаются от юридической ответственности за то, что на них публикуются, потому что они выступают посредником. И, соответственно, еще один вопрос, а насколько они должны регулировать этот контент, ограничивать его и так далее. Когда дело касается Соединенных Штатов, ограничения рассматриваются очень резко. Почему? Потому что проблематика цензуры здесь начинает входить именно в русло цензуры, а не регулирования. Это рассматривается с точки зрения развития демократических институтов. И выходит так, что вместо того, чтобы интернет выступал платформой для развития демократии и так далее, он начинает выступать как платформой цензурирования ограничения свободы слова. При этом, если мы посмотрим на законодательство Европейского Союза, там немножко все по-другому. Там все направлено на то, чтобы вот эти цифровые гиганты, которые зарегистрированы не на территории Европейского Союза, несли большую ответственность и действовали в интересах законодательства Европейского Союза. И там нет такой яркой дискуссии по теме цензуры. Она есть, но не так сильно, как в Соединенных Штатах. Почему эта разница существует? Вспомним события прошлых лет. Есть подозрение, что такие платформы участвуют активно в политической жизни, различным образом влияют на сознание людей. И я так понимаю, что мне пора завершать. Закончим на том, что существует дихотомия. Интернет сегодня — это новое пространство социальных связей. Вокруг него формируются новые юридические рамки. И, соответственно, встает самый острый вопрос. Эти регулирования и правовые рамки, они будут рассматриваться как ограничение или вмешательство в свободу выражения мнений и других прав в интернете? Или все-таки это необходимость обеспечения безопасного контента и граждан государства, безопасности государства? Я постаралась очень обзорно, очень коротко осветить основные правовые вопросы, которые, на мой взгляд, являются самыми интересными для меня, как для исследователя. Вся эта информация, которую вы услышали, прочитали на слайдах, содержится в следующих источниках. Вы можете увидеть по QR-кодику. Отправляю вам его там облачное хранилище, которое будет доступно всегда. Можно будет вернуться почитать. И, соответственно, с любой другой тематикой, связанной с управлением интернетом, информационной безопасностью, нормативным регулированием, также можно ознакомиться в социальных сетях Школы международной информационной безопасности. Вчера выслушал интервью Артемия Лебедева. И он высказал такое мнение, что, несмотря на декларируемые свободы, в том числе в интернете, в Соединенных Штатах Америки очень сильна цензура, в том числе в интернете, даже она сильнее, чем в Китае. Вот вы согласны с этим мнением или нет? Очень интересный вопрос. Я бы ответила на него очень философски. Что такое цензура и со стороны кого она осуществляется? Ну, вот эти все истории, да, я немножечко дополню, про Большого Брата, про то, что за всеми следят. Да-да-да, я понимаю, что вы говорите. Согласно тем исследованиям, которые проводила лично я и на основе открытых источников, с которыми была ознакомлена я, я, как самостоятельный специалист, могу сказать, что, на мой взгляд, цензура ведется не со стороны государства, а непосредственно со стороны цифровых гигантов. И в связи с этим можно увидеть возрастающее количество судебных разбирательств, связанных вот с этим законом США, постоянно забываю, как он называется, по поводу... У него еще такое смешное название, я вам потом его напишу. В общем, там есть пункт, который вот этот юридический иммунитет содержит и не позволяет людям защищать свои права. И получается, что вроде бы они иммунитет имеют, и непонятно, как эти дела решать. Все будет зависеть от того, как в дальнейшем будет развиваться прецедентное право. Коротко отвечу, философски, мне кажется, что цензура идет со стороны цифровых гигантов, и мы можем увидеть тенденцию того, что в других странах идет большой противовес им для того, чтобы у себя на национальном уровне начать регулировать их деятельность и им диктовать, что делать, а не то, чтобы они диктовали государству, как и что должно регулироваться, что, к сожалению, сейчас происходит. А насколько, на ваш взгляд, возможно использование искусственного интеллекта для формирования единых международных правовых подходов? Будет ли это востребовано самым мировым сообществом? Например, искусственный интеллект может проанализировать национальное законодательство и найти общие точки пересечения. Очень интересная позиция. Мне кажется, что можно было бы ее даже предложить на международном уровне, но если они не могут договориться на уровне людей, если мы еще вмешаем сюда искусственный интеллект, мне кажется, можно попробовать этот же вопрос задать Дарья, которая будет подробно вам говорить про переговорный процесс. Звучит очень утопично. Можно попробовать предложить, но я думаю, что из этого ничего не выйдет. Но надо здесь не забывать, что искусственный интеллект – это очень важный инструмент в руках юристов. Он помогает уменьшить время для обработки материалов. И это, конечно же, нужно учитывать. Есть, на самом деле, две точки зрения. То есть, например, тот же Мануэль Костельс говорит о том, что в связи с тенденциями размытия вот этих самых государств и суверенности может существовать тенденция образования сетевого государства. В то же время у нас была предложена к анализу, скажем так, статья Шанхайской академии общественных наук, где говорилось о сетевом суверенитете. То есть, есть небольшое противопоставление сетевого государства и сетевого, соответственно, суверенитета. Отсюда конкретно вопрос. Можно ли сказать, что как раз-таки в условиях приоритета англо-самбской правовой системы, как вы упоминали, в интересах России, допустим, будет поддерживать тенденцию именно регионализации режима информационной безопасности, юрисдикции. И, допустим, если Россия все-таки сможет сформировать такой режим, предположим, на постсоветском пространстве, допустим, на том же ОДКБ, будет ли это вообще целесообразным решением? Я предлагаю необычный ответ на данный вопрос. Я приглашаю вас ознакомиться с моей статьей в международной жизни, которая как раз затрагивает все те вопросы, которые вы задали. Вопрос по поводу сетевого, цифрового, как бы его сейчас ни называли, технологического суверенитета очень обширен. Однозначного ответа на это нет, но мы четко понимаем, что это мы, кто ученые, которые работают в Российской Федерации, понимают, что данная концепция полностью соответствует интересам Российской Федерации, да и не только, да и в целом всем суверенным государствам, потому что необходимо развивать свою инфраструктуру цифровую, технологическую, и это крайне важно. Сейчас это начинает быть частью национального суверенитета, и без этого невозможно. И эта концепция соответствует интересам любого государства. Те, кто этому противодействуют, так или иначе делают это в своих интересах. Что касается регионализации, ну здесь такой вопрос о двух концах. Если мы говорим по поводу теории международного права, регионализация как таковая имеет две стороны. Первая, с одной стороны, если государства не могут о чем-то договориться на международном уровне, когда они об этом договариваются на микроуровне и потом повышают на макро, это есть плюс. Но суть в том, что не факт, что договоренность на региональном уровне будет возможна уже на глобальном уровне. В этом есть сложность, которая заключается в том, что здесь международное право начнет дробиться. Но здесь есть и плюсы. Это палка о двух концах, и здесь важен баланс. Возможно ли в перспективе разработка международного договора о кибервойнах на локальном или глобальном уровне, региональном, каком-нибудь? Я предлагаю очень короткий ответ на этот вопрос, что в ближайшей глобальной перспективе нет. Потому что я вам говорила про юридические сложности, которые связаны с не такими значительными моментами, которые сейчас есть на повестке. Я думаю, что сегодняшние лекторы вам более подробно скажут, какие есть еще больше проблемных вопросов. И один из них связан с переговорным процессом. Переговорный процесс немножко в тупиковом состоянии из-за геополитической ситуации. Коротко? Вряд ли возможно. Продолжение следует...